Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лутенов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы ответить на наиболее популярные вопросы, которые вы мне задаете. Взял самые 5 популярных вопросов и сейчас на них отвечу. Сразу хочу напомнить, что пройдя по ссылочке, которая привлеклена к этому видео, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, начнем. Сколько длится пластическая операция? А, ну, длительность пластической операции, во-первых, зависит от объема, да, то есть пластическая операция – это общее название, да, их существует множество операций, да, есть блефоропластика, которая длится там в среднем 20-30 минут, есть подтяжка лица, которая уже длится в среднем там 2-3 часа, есть увеличение молочных желез, операция, которая в среднем длится где-то часа-полтора. Абдоминопластика тоже по длительности разная, да, она может включать в себя элементы липосакции, что продлевает операцию, либо не содержать липосакцию, тогда ее длительность будет меньше, общая где-то тоже в пределах 3-х часов. Поэтому многое, конечно, зависит от объема, ну, вернее, не многое, а основное, да, сколько удаляется там кожа, сколько удаляется жира, все это в зависимости от этого пролонгируется по времени. Поэтому перед тем, как выполнить операцию, доктор обязательно вам расскажет об объеме этой операции, ну, конечно же, сориентирует вас по длительности этой операции. Можно ли перекачать чужой жир себе? Ну, это точно не делать нельзя ни в коем случае, потому что к этому надо относиться точно так же, как к пересадке органов, да, то есть жировая ткань, она также наделена определенными, так называемыми антигенами того человека, которому она принадлежит. И если взять жир от одного человека и переместить его, пересадить другому человеку, то, как бы, организм донора, он будет препятствовать приживаемости этой ткани, то есть будет агрессия со стороны иммунной системы и отторжение той ткани, которая ему будет пересажена. Так что это делать ни в коем случае нельзя. Нелопыты грудные имплантаты от перепада давления в самолете или при погружении под воду? Современные имплантаты – это достаточно прочные изделия, состоящие из достаточно плотной и прочной оболочки, из нескольких слоев этой оболочки. Проходит множественный контроль на заводе-изготовителя, где к ним предъявляются очень такие серьезные требования, в том числе и на сдавливаемость, да, то есть на разрыв. Их по-всякому там давят, исследуют. Вот могу показать, что даже надавив всем своим телом, да, а это нормальное, как бы, давление и нормальная атмосфера, я прилагаю к имплантату, ничего с ним не происходит. Соответственно, если вы полетите в самолете, то тот перепад давления, который происходит во время вашего полета, он никаким образом не повлияет на структуру имплантата, не повредит его. Ну, я думаю, то же самое будет и при погружении. Понятное дело, что если вы там будете погружаться на 100 метров и больше, что, конечно, маловероятно, то там давление серьезное, но даже, я думаю, на такой глубине ничего с ними не произойдет. Но если погружаться там до 40 метров, то точно никаких повреждений имплантата не получит. У меня есть подробное видео об имплантатах, с чего они состоят, какой формы они бывают, да, и что с ними может произойти. Поэтому по ссылочке переходите и смотрите, узнаете о них более подробно. Где делают разрезы во время липосакции? Ну, во-первых, разрез делается так, чтобы из него было достаточно, скажем так, удобно и максимально продуктивно обработать ту зону, под которой планируется делать липосакцию. То есть, если это бока, то обычно это ближе к средней линии, ближе к позвоночнику. Если это ноги, то я делаю разрезы в естественных складках, то есть в паховых складках, там, в коленных складках, так, чтобы в последующем эти разрезы были практически незаметны. Они и так небольшие, там, меньше сантиметра длиной, но когда заживают, то, я думаю, месяца там через три-четыре их даже невозможно обнаружить, где они проходят. Поэтому разрезы и проколы, которые делаются при липосакции, бояться не надо. Они абсолютно эстетические, незаметные, и через полгода вы о них даже и не вспомните. Какой максимальный объем жира можно убрать за одну операцию? Ну, этот вопрос с течением, так сказать, развития пластической хирургии несколько раз менялся, да, по своему объему. Раньше считалось, что это где-то 10% от массы тела, да, то есть, грубо говоря, если пациентка весит там 80 килограмм, то можно забрать 8 литров жира. Сейчас этот вопрос пересмотрели, и Международная ассоциация пластических хирургов дала рекомендации, что за одну операцию нужно забирать не более 4 литров жировой ткани. То есть, считается, что данный объем, удаленный во время операции, не принесет каких-либо негативных последствий для организма. Итак, я вам рассказал о наиболее популярных вопросах, которые вы мне задаете, дорогие друзья. Поэтому очень жду от вас новых вопросов. Пожалуйста, пишите их в комментариях, я на них также буду подробно отвечать. Еще раз хочу напомнить, что пройдя по ссылочке, которая приплана к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, всем здоровья, удачи и увидимся в следующих сериях.